смотрите какая рюмочка маленькая маленькая рюмочка вот так вот она помещается мне в ладошку бронзовая к такой замечательный как ты себя чувствуешь тебе лучше иди сюда лапулька мы тебе земляничку купили вкусную как это не хочу ты же ее любишь лесную ее собрали в лесу представляешь дикие животные ее не съели мишка не съел не нашел земляничку а миранчик съезда как это нет да да уже вернулась с работы забежала камера но накормила его земляникой ну сколько поел столько поел хотелось бы конечно чтоб побольше было ну как вышло так вышло и нет вообще ни минуты покоя ас надо побежать накормить нору потом нора пойдет опять коту надо будет дать ему лекарства сегодня еще день рождения у нашей крестной у него была вчера день рождения но сегодня надо ее поздравить и у меня главный вопрос когда наступит такой момент чтобы можно было сесть и отдохнуть так не сегодня светуля моя соседка презентовала вот такой вот цветок красивый красивенный цветок будем его любить и оберегать спасибо большое не как раз только сейчас дома два кактуса и все будет еще новый такой жилец пошла я его знакомить с кактусами знаете о чем я сейчас подумала о том что я совершенно разучилась отдыхать я забыла как это я уже не могу я не могу просто я хочу после просто после тяжелой ночи после того что подскочила давление хотела просто сейчас прийти после работы после душа думаю сейчас наконец-то лягу полежу ну и что вы думаете я не могу прошло 10 минут и я начинаю думать так я еще там не сделала я здесь не сделала а мне надо пойти то помыть не надо это помыть не надо там убрать не надо туда сходить меда в аптеку сходить и началось скажите у кого еще так бывает а раньше до 2022 года вот это только последние полтора года у меня началось такое вот такой обстановке я просто не могу выдохнуть я постоянно куда-то бегу возможно это стресс дает о себе знать и перенапряжение и мне так легче переносить всю сложившуюся ситуацию чтобы не сойти с ума я так понимаю что когда ты бежишь как белка в колесе ну как хомячок знаете в колесе ты бежишь 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 и не думаешь так наверное легче жить кто-то сегодня я видела комментарий написал бери ты слишком много на себя взвалила бери ношу по себе чтобы не падать при ходьбе да это замечательная поговорка пословица так это и происходит наверное в действительности так оно и есть нужно рассчитывать свои силы но иногда обстоятельства складываются таким образом что мы не всегда можем рассчитать просчитать свои силы и список задач судьба вносит свои коррективы так спасибо большое кстати я читаю все ваши комментарии простите сейчас вот как появился код еще в амиранчик приболел еще тут свои дела в общем я наверное несколько дней отвечать не смогу но я все читаю спасибо большое я вообще хочу сказать такую вещь что он люди не перестают меня удивлять удивлять в свои в проявлении своих добрых хороших качеств я общаюсь со своими зрителями кто-то мне пишет допустим в инстаграме в директ кто-то мне пишет на почту кто-то мне пишет звонит на телефон либо на вайбер либо на телеграм либо я встречаю зрителей в харькове на улице и каждый раз и каждый раз я не перестаю просто удивляться какие все таки бывают люди какие качества у людей мне кажется что действительно вот война так сплотила людей ну кому-то она проявила с негативной стороны кого-то наоборот у кого-то проявились такие качества человеческие настоящие живые такие эмоции я никогда в жизни вот до этого до 2022 года не видела подобных подобных ситуаций не видела таких эмоций людей ну не знаю возможно просто война изменила и меня тоже но хочу сказать спасибо всем всем моим зрителям с которыми мы общаемся за вашу поддержку за то что иногда мне просто хочется сложить руки ничего не делать но просто опускаются руки иногда от безысходности но потом случается так либо я встречаю кого-то на улице либо мне кто-то звонит из зрителей и те слова которые я слышу от вас это это непередаваемые эмоции я могу сказать что однозначно если такие люди существуют то у нас еще не все потеряно все только начинается все только начинается хорошая я уверена что война все равно любом случае закончится и об этом уже говорю полтора года что все равно все войны заканчиваются миром мы все с вами останемся но такие испытания выпали на нашу долю это нужно пройти и пройти я считаю достойно любое вообще с чем мы сталкиваемся я считаю что это испытание свыше и как ты поступишь как ты вот распорядишься это уже все зависит сугубо индивидуально но однозначно однозначно несмотря на все весь несмотря на я просто не хочу сейчас говорить плохие слова и все-таки приверженец того что все что ты говоришь она материализуется а так это и есть особенно сила мысли все что мы проговариваем это можете верить можете не верить но это все происходит и несмотря на то что сколько сейчас негатива до льется из утюгов чайников и уст людей некоторых несмотря на все это позитива однозначно больше это значит что добро в любом случае победит я даже в этом не сомневаюсь просто нужно нужно набраться терпения и мы обязательно мой сон сбудется кто помнит про мой сон даже не сомневайтесь